Говорит Степанакерт, столица НКР. Местное время 16.00. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Сегодня среда, 17 июля. Анонс передачи. Сообщение главного информправления аппарата президента НКР. Участники и гости седьмых-летних панормянских игр будут обеспечены жильем. Политика США в регионе. Беседа с политологом Давидом Бабаяном. Президент Армен Саркисян поздравил канцлера Германии Англу и Меркель с днем рождения. Итак, подробности новостного блока. 17 июля президент Республики Арцах Бако Саакян принял секретаря Совета Безопасности Республики Армения Армена Григоряна. Был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия между двумя армянскими республиками в сфере безопасности. Во встрече принял участие секретарь Совета Безопасности Арцаха Аршавей Гарамян. Армена Григоряна также принял сегодня министра обороны Республики Арцах Карен Абрамян. Были обсуждены вопросы, связанные с ситуацией на линии соприкосновения. 16 июля президент Республики Арцах Бако Саакян посетил туристическую зону отдыха Каркар, расположенную вблизи Степанакерта. Глава государства на месте ознакомился с подготовительными работами, проводивыми здесь в рамках предстоящих в Арцахе седьмых всеармянских летних игр. Президент дал поручения руководителям компетентных органов по надлежащему выполнению работ, подчеркнув важность наличия в республике комфортной и современной туристической сети. Президента сопровождали госминистр Григорий Мартиросян, председатель Международного комитета всеармянских игр Ишхан Закарян, другие должностные лица. Участники и гости седьмых летних панорамянских игр будут обеспечены жильем. Об этом сказал председатель Всемирного комитета панорамянских игр Ишхан Закарян, отметив, что в республике также заранее забронированы тысячи гостевых домов. По его словам, на данный момент ведутся работы по решению вопроса размещения двух-двух с половиной тысяч человек. Для решения проблемы размещения гостей также будет использовано несколько государственных школ, где есть санузел, ванные комнаты. Часть гостей будет размещена в ряде общин Арцаха. В настоящее время мы имеем трудности с размещением творческой группы игр и участников церемонии открытия, а также волонтеров. Я уверен, что мы найдем варианты решения и этой проблемы. Мы также будем использовать здания общежития, кемпинги, гостиночные дома и так далее. Более пяти тысяч человек будут обеспечены жильем, сказал Закарян. Говоря о сфере услуг, он сказал, что необходимо интенсивно работать в этом направлении. Основная часть игр состоится в Степанакерте, остальные в Мартуни и Мардакерте. Седьмые летние панорамянские игры пройдут по 17 видам спорта. Из них только шесть будут проведены в Арцахе. Беседа Карине Мусаэлян с политологом Давидом Бабаяном. На прошлой неделе палата представителей Конгресса США приняла две резолюции по Арцаху. Одна из них касается мер по соблюдению перемирия в зоне Азербайджана-Карабахского конфликта и размещению механизмов расследования. Другая связана с Степанакерским аэропортом. Конгресс запретил правительству продавать Азербайджану вооружение, которое может создать угрозу для гражданских самолетов. Конечно, оба решения крайне важны с точки зрения безопасности армянской государственности. О политике Соединенных Штатов в нашем регионе поговорили с политологом Давидом Бабаяном. Давид Климович, на днях Конгресс США принял две резолюции по Арцаху. Что это означает? Соединенные Штаты меняют свою политику в регионе. Как вы прокомментируете? Я думаю, что они более последовательно будут направлять свои усилия на поддержание мира и стабильности в регионе. Потому что суть этих заявлений в том, что Вашингтон действительно заинтересован в поддержании мира и стабильности в регионе. То, что они говорят, что необходимы, например, вот эти меры по укреплению доверия, какие-то технические средства, показывает одну вещь, что в данном контексте нет возможности, пока не настало время, о чем мы всегда говорим. По всеобъемлющему регулированию, а до этого необходимо поддерживать в мире стабильность в регионе. И в этом контексте очень важно именно осуществление мер по контролю за нарушением режима прекращения огня. Политолог считает, что в политике нет ничего постоянного. Необходимо вести целенаправленную работу. Необходимо всегда быть в форме, так сказать. И работать достаточно целенаправленно, укреплять наше триединство. Потому что в политике нет ничего постоянного. Все меняется, и мы должны всегда соответствующие шаги предпринимать. Если мы немножко пассивны, то этим обязательно воспользуются противники. Возможно, что это связано с тем, что Россия продала Турции С-400. Возможно, как-то опосредственно связано, но я не думаю, что это является главной причиной. Что касается Азербайджана-Карабахского конфликта, то поддержание здесь хотя бы относительного мира и стабильности в интересах двух этих стран. И Россия, и США. Несмотря на то, что у них очень серьезные, и мы видим с каждым годом углубляющиеся противоречия. Относительно предложения Брэда Шермана, принятые Конгрессом США, согласно которому США запрещается предоставлять Азербайджану военную технику, которая может быть использована для уничтожения гражданских самолетов в Арцахе, Давид Бабаин прокомментировал. Мы всегда говорили, что такому государству, как Азербайджан, даже рогатки нельзя продавать. Поэтому надо просто работать всемирно, чтобы разного рода инициативы, даже если они не будут приняты, хотя бы включались в повестку каких-то дискуссий. Вот это тоже очень важно. Что касается заявления председателя Европейского совета Дональда Туса во время его пребывания в Баку относительно того, что Евросоюз поддерживает территориальную целостность Азербайджана, политолог Давид Бабаин отметил. Это вызов не столько нам, сколько самой Европе. Потому что если один из ключевых политических деятелей Европы высказывает мнение, которое односторонне по своему смыслу, то что это означает? Что Европа делает градацию международных принципов? Во-первых, это не так, никто не имеет права. Во-вторых, тут уже пахнет какой-то игрой. В данном контексте мы обязаны очень жестко критиковать. Во-первых, мы очень дорожим дружбой с Европой, хотим, чтобы мы с Европой развивали отношения. Конечно, параллельно с другими нашими традиционными партнерами, с братскими странами, такими как Россия, США, Иран и так далее. Поэтому очень жестко должны реагировать. К тому же Арцах заслужил это право жестко реагировать. И мы боремся уже за права человека, за права нации на самоопадение более 100 лет. В данном контексте не уступаем ни одной другой европейской стране, в том числе и той стране, которую представляет Дональд Туск в своей борьбе. Поэтому мы заслужили моральное право сказать господину Туску, вы не правы, этот путь очень ущербен, и он чреват непредсказуемые последствиями. Такого рода заявления являются симптомом кризиса в самой Европе. Противник этой ночью из Нахичевана стрелял в направлении армянского села Елпин. Об этом заявил пресс-секретарь министра обороны Армении Арцурун Аванесян. Оружие больших калибров применено не было, обстрел не был интенсивным, но пуля попала в крышу дома одного из жителей Елпина, уточнил Аванесян. Российские С-400 в Турции могут стать причиной новой холодной войны. Несмотря на предупреждения США и Европы о том, что Анкара должна пересмотреть российскую эту сделку, чтобы предотвратить экономические и, возможно, военные санкции, президент Турции Эрдоган настоял на своем. Турецкая армия получила первую партию компонентов С-400. Министерство обороны Турции заявило, что в ближайшие дни ожидаются новые поставки, угрожающие не только возможной более агрессивной военной позиции Турции в Сирии, но и увеличивающиеся риски в Восточном Средиземноморье в целом. Анкаре также необходимо подготовиться к жестким санкциям США, которые могут включать в себя запрет Турции участвовать в программе истребителей F-35, а также деятельность ее оборонных компаний в США. Официальная позиция Эрдогана до сих пор всегда заключалась в том, что С-400 необходимы для безопасности страны. Официальные планы указывают, что С-400 будут развернуты рядом с сирийской границей и вокруг Анкары. В ближайшие дни судно доставит в Турцию около 100 ракет из России, а в течение следующих двух месяцев турецкие военные пройдут обучение в России. Все это вызывает серьезный кризис внутри НАТО и ставит ЕС на грань. Продолжающееся российско-турецкое военное сотрудничество вызывает беспокойство, так как Турция является вторым по величине членом НАТО с точки зрения вооруженных сил. Турецкие военные также участвуют в наращивании войск на сирийской границе в рамках подготовки к возможному вторжению против курдских боевиков, поддерживаемых США, сообщают новости Хабертур. Восточное Срединоморье постепенно становится главной зоной конфликта. Поскольку морские газовые операции Египта, Израиля и Кипра находятся под угрозой со стороны все более яростного Эрдогана, военный конфликт за доступ к энергии уже назревает. Даже после сильных сигналов и предупреждений со стороны Брюсселя и Вашингтона Анкара отправила в спорные воды свои суда. Брюссель уже принял решение приостановить переговоры по всеобъявляющему соглашению о воздушном транспорте и не проводить дальнейшие встречи на высоком уровне с Турцией. ЕС также сократил объем предварительной помощи Турции до 2020 года и предлагает Европейскому инвестиционному банку пересмотреть свою кредитную деятельность в Турции. Президент Армен Саркисян поздравил канцлер Германии Ангелу Меркель с днем рождения. В поздравлении говорится. Велика Ваша роль в мировой политике. При Вашем правлении Федеративная Республика Германия еще более укрепила свое место, как в Евросоюзе, так и во всем мире. Невозможно не замечать Вашу преданность науке, образованию, новым технологиям, ярким доказательством чего являются темы многочисленные оценки, которые Вы получали от ведущих университетов мира. Неопровержим Ваш большой вклад в развитие армяно-немецких отношений. В последние годы, благодаря Вашим последовательным усилиям, сотрудничество наших стран стало активнее и содержательнее. «Уверен, что и в дальнейшем у нас будет возможность встречаться и обсуждать вопросы, представляющие двухсторонний интерес, продолжая содействовать развитию науки, новых технологий наших стран и близкой нам квантовой физики», — говорится в поздравительном послании. Президент Армен Саркисян пожелал Ангеле Меркель здоровья и успехов в дальнейшей деятельности. А сейчас информация о погоде. В четверг, 18 июля, на территории НКР ожидается переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Термометры покажут ночью 17-22, днем 33-38 градусов тепла. В студии работала Ольга Григорян. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»